Добрый вечер, я Анатолий Голя. Подводим итоги недели на РТР Молдова. А неделя выдалась богатой на политические события. После почти трех месяцев политического кризиса парламент в среду утвердил правительство во главе с Павлом Филиппом. Сказать, что на этом закончился политический кризис и уже наступил период политической стабильности, язык не поворачивается. Так как формы и методы утверждения правительства лишь подхлестнули акции протеста, начавшиеся еще в сентябре прошлого года. Все были свидетелями того, что произошло в съеду в парламенте. Все видели манифестации в четверге сегодня. Новая манифестация назначена на воскресенье. Посмотрим, чем все это кончится. Посмотрим, что будет, а пока обсудим ситуацию в стране с председателем демократической партии Марианом Лупу. Добрый вечер. Добрый вечер. Мы, как всегда, в прямом эфире. Можете задавать вопросы по известному вам адресу. Он высветится на экране. Я же хочу поблагодарить господина Лупу за то, что он сдержал слово. Мы с ним переписывались неделю назад, в четверг, когда кандидатом на пост премьера был назначен Иван Падурару. И мне казалось, что досрочные выборы уже неизбежны. Я пригласил господина Лупу на передачу тогда, он ответил, вот утвердим правительство, а я приду. Оказался правительцем. Считайте, что выполнили одно обещание. Не впервые же. Я думаю, что у нас за все эти годы, хотя мы с вами периодически общаемся, не так часто. Но, по-моему, у нас с вами в том, что касается, сдержая слово, проколов не было ни с одной, ни с другой стороны. Но вы оказались правительством. Откуда у вас была, меня удивило тогда, в четверг, вечером это была уверенность, что будет правительство. У меня такой уверенности не было. Нет, я думаю, что здесь чуть-чуть, наверное, мой ответ, вы не поняли в его глубинном смысле. Я не знал, что будет и как будет. Просто я обозначил определенную формулу. Что до тех пор, пока правительство не проголосовано, в данном случае... Согласитесь, говорить о чем-то достаточно сложно, там, на пальцах. Поэтому, если бы утверждение правительства состоялось на следующей неделе, я пришел бы на следующей неделе. Понятно. А мне подумалось, что вы были в каком-то сговоре с господином Падурару, который выдвинул свою кандидатуру, потом передумал, отозвал, президент отменил указ, какие-то... Хочу сказать одну вещь. Никакого сговора... Вы, я имею в виду, демократическая партия. Никаких дискуссий в этом плане не было. Я думаю, что мне самому будут очень интересны последствия, когда все эмоции и всякие интерпретации. Мы хороши все, я имею в виду, в Молдове. И мы в политике, и в обществе, и в прессе. Все мы хороши для того, чтобы перемалывать косточки. И зачастую, к сожалению, так у нас получается, что очень часто, правда, очень далеко от всех пересудов. Мне самому интересно во всех деталях и подробностях узнать, что случилось, как случилось. Потому что тот же самый сюрприз я испытал вечером, в четверг на прошлой неделе. Потому как у нас была дискуссия с представителями президентуры. Нас проконтактировали, кстати, не только нас из Демпартии, но и наших коллег из других составляющих парламентского большинства. До вечера шли дискуссии. Мы представили переподтвержденный список парламентского большинства. Но вы помните, чтобы мы не теряли время сейчас на технические детали. И по договоренности, после того, как я провел заседание постоянного бюро партии, и мы решили выдвинуть Павла Филиппа. Это было в четверг вечером. Это было в четверг вечером. На пост премьер-министра, для того, чтобы он был назначен кандидатом на этот пост, декретом президента. Договоренность была, что мы едем для окончательной встречи, дискуссии с президентом страны, вместе с Павлом Филиппом. Договоренность была с кем? С президентом. С президентом. Президент знал, что вы едете к нему в Кондрицу в резиденцию. Конечно. И мы выехали где-то, это было, ну скажем так, 20 минут 9-го, пол 9-го. И уже были за городом. Когда опять поступила из президентуры другая информация, что уже слишком поздно. Мне сложно понять, слишком поздно что, как время суток, или слишком поздно с другой точки зрения. Лично для меня это пока еще остается терра инкогнито. Но я обязательно, как минимум, из курьеза, конечно же, в более спокойной обстановке, в иных условиях, за чашкой чая переговорю с президентом и спрошу, что же там, почему же вот так. И с господином Подурарова. Резкие изменения. И с господином Подурарова, хотя с господином Подурарова мы меньше знакомы. Ну как, он был когда-то в Демократической партии, а вас не было тогда в Демократической партии. Анатолий, извините, это было лет 17 тому назад. Были другие времена, когда он был министром от Демократической партии, но у него все равно есть контакты, наверняка, с господином Яковым. Вы знаете, как говорит Дмитрий Георгиевич, он прав. Очень-очень много людей, которые были взращены им в Демократической партии. Да, и господин Стурза тоже, за которого вы категорически отказались голосовать. Факт. Факт. Скажите, насколько корректной вам кажется процедура формирования парламентского большинства? Корректность с какой точки зрения? Корректность с точки зрения, что у вас есть регламент парламента. Абсолютно верно. В регламенте парламента написано, что парламентское большинство формируется из фракции, которая выиграла выборы, или из коалиции фракций, не из отдельных депутатов. Парламентское большинство формируется на заседании правительства. Протокол о создании парламентского большинства хранится в архиве парламента. Извините, оговорка. Парламента. Выглядело несколько странным это парламентское большинство, которое было сформировано путем, скажем прямо, раскола фракции партии коммунистов и либеральной демократической партии. Замечательно. Мы отходим опять от той идеи, которую сейчас с вами чуть-чуть обсудили, что очень много пересудов, но очень мало людей внимательно смотрят на конкретные законы. И что прописано в законах. Смотрим регламент парламента. Статья 4 регламент образования парламентских фракций. Для образования рабочих органов и организации деятельности парламента депутаты создают парламентские фракции в количестве не менее пяти человек. Созданы после выборов. Смотрим дальше. Избранных по спискам от конкурентов на выборах, а также одну единственную парламентскую фракцию в таком же количественном составе, имеется в виду как минимум пять человек, депутатов, избранных по спискам от конкурентов на выборах, не набравших необходимого числа для создания парламентских фракций, и из числа независимых и или не присоединившихся депутатов. Формируются фракции. Это формируется фракция. Теперь. Формирование фракций не является обязанностью людей. Я хочу вас обратить ваше внимание на то, что уже в статье 4 пункт 1 очень четко обозначаются разные возможные категории внутренней организации парламента. Здесь четко написано и делается ссылка и на независимых, и на неприсоединившихся депутатов, которые могут сформировать фракцию, если хотят. Могут и не сформировать. Могут сформировать через шесть месяцев после того, как они вышли из другой фракции. Это если потом. Если они были в другой фракции. Согласен. Это прописано через шесть месяцев. Абсолютно верно. У нас по Конституции и по всему избирательному законодательству на выборы, это абсолютно естественно, могут идти и партии, могут идти и независимые кандидаты. Они собирают подписи, как физические. Да, вот пусть они идут и получат мандат от народа. Могут идти и блоки, избирательные блоки. Так? Давайте мы вспомним всю нашу историю. Я не говорю, что она идеальна. Но мы сейчас с вами будем говорить о практике. О реальных вещах. Давайте мы возьмем парламент Республики Молдова 19-го созыва. Кстати, это тоже отдельная история. А я даже пораньше хочу вам сказать. Он должен быть 5-го созыва или 6-го. Смотрите, в 2005 году в парламент пришел по результатам выборов. Блок за демократическую Молдову, или как он назывался, во главе с Серафимом Урекианом. Что с ним случилось? Его расколола партия коммунистов. Ну, я могу с вами жестко поспорить. Путем политической коррупции. Я далеко в этом не уверен, даже готов с вами поспорить на эту тему, потому что я знаю определенные подноготные процессы. Как было? Дело в том, что... А вы лучше расскажите про нынешнюю подноготную процессы. Я хочу вам привести пример. Политическая коррупция имела место быть в нынешнем случае или нет? Политическая коррупция в той или иной степени, я думаю, что мы можем сказать, что это, к сожалению, один из элементов, который присутствовал, всегда еще, к сожалению, присутствовал. А, хороший ответ. Но, как норма, как некая общая норма. Что мы под ней подразумеваем? Потому что люди чаще всего понимают, политическая коррупция – это кто-то дал деньги, другой взял. Нет, мы говорим о политической коррупции. Это шантаж должности, трудоустройство родственников, невозбуждение или закрытие уголовных дел. Это политическая коррупция. А то, что вы говорите, это коррупция прямая. Давайте послушайте чуть-чуть. Я вспоминаю все работы еще Николы Макеавели. Тысс, уже сколько? Да. Сотни лет. В политике. К моему сожалению, потому что у меня есть определенные свои взгляды. Вообще, в целом. Когда-то мы с вами говорили, я вам говорил, по-моему, Анатолий, что вот такое огромнейшее противоречие получается. Качество людей, которые в обычной жизни, в межчеловеческом отношении. Нормальные люди. Нет, которые самые плохие. Плохие. Которые люди не ценят. Оказывается, люди, которые обладают этими качествами, они самые сильные в политике. Вот читаем работы Макеавели и видим все эти моменты. С этим порой сложно ужиться. Я скажу абсолютно откровенно. Я думал, вы другое скажете, извините, что люди, которые очень нормальные в жизни и порядочные, становясь политиками, они становятся то, что называется на политическом языке политическими животными. Не в плохом смысле. А вы заметили одно величие? Чтобы никто не обижался. Политическое животное, оно действительно в политике используется не в плохом смысле. О, это анималополитик. Это политическое животное. У него есть чутье. Он может в течение часа изменить позицию на 180 градусов. В разном контексте используется. Что касается масса примеров, и давайте мы действительно определимся по дефинициям. Политика гораздо сложная и комплексная вещь, чтобы о ней говорить и о поведении людей, политиков, в том числе депутатов, с очень упрощенной и банальной точки зрения. Потому что, что были и будут наверняка случаи, как вы сказали, родственники, посты, позиции и так далее, они есть, они были и скорее всего они будут. К сожалению. Такие подходы присутствовали и наверняка, к сожалению, будут присутствовать и в оппозиции, и во власти. Потому что и то, и другое это составляющие политики. И в данном конкретном случае было или не было? В данном конкретном случае, на мой взгляд. Может быть, вы даже не все знаете, потому что там действовали. Я вообще хочу сказать одну вещь, что мы с вами рассуждаем, и каждый человек говорит в той мере, что ему известно, как он видел. Я говорил лично с коллегами, которые вот сегодняшнего дня уже не составная часть ЛДП. С каждым из них встречался. Прежде чем мы сформировали и все поставили свои подписи под формирование парламентского большинства. В данном конкретном случае речь идет об очень четкой ситуации. На кону в политической жизни поставлен вопрос. Молдова будет иметь стабильность правительства, правительственные органы, государственные органы, которые будут работать следующие три года? Или же Молдова идет на повторный парламентский выбор? Так вот, если этот вопрос взять за базу дефиниции коррупция, отвечу да. То есть каждый дорожил своим мандатом, кроме всего прочего. Я бы сказал, давайте так. Мандатом, ну было бы, наверное, глупо сказать, что депутатам абсолютно безразлично. Будут они депутатами или не будут депутатами. Это факт. Но с другой стороны, вопрос ведет, что принесет с собой каждый из этих двух сценариев. Поэтому, то, что я слышал лично в своих беседах с этими людьми, во всяком случае они прекрасно понимали. И если угодно, чуть попозже или сейчас, пяток минут, я готов с вами поговорить и дать свой анализ последствий по каждому из этих сценариев. То, что они говорили, мы сегодня читали в их заявлении. Люди не хотят повторных парламентских выборов. Люди какие? Я говорю, люди, которые сформировали депутаты, которые сформировали парламентских выборов. Если мы говорим о гражданах Республики Молдова, то все опросы показывают, что от 60 до 80% граждан хотят досрочных выборов. Считают этот парламент неэффективным и нерепрезентативным. Согласитесь, тот, кто голосовал за ЛДПМ, он никак не предполагал, что его избранники будут голосовать вместе с господами из партии коммунистов. Давайте вам скажу другое. И тем более те, кто голосовал за либеральную партию. Очень, очень важно никогда не применять двойных стандартов. Я думаю, вы со мной согласитесь. В момент, когда в 2005 год приходит альянс большой в парламент, сколько у них там было? Под 40 мандатов. В течение одной недели люди, которые голосовали за блок, наверняка предполагали, что это будет одна фракция. Уже на первой неделе, на втором заседании это распалось, как минимум, по-моему, там на три фракции. Далее смотрим. Но тут был блок из разных партий. Мы сейчас говорим... Это были разные партии. Секундочку, Анатолий. Мы сейчас с вами говорим и об юридической формуле, и о голосах людей. Не так ли? Поэтому с юридической точки зрения, как и сейчас, вообще здесь нет помарок. Мы с вами будем иметь время и внимательно посмотрим, что гласит закон по всем процедурам. С точки зрения голосования, что произошло дальше? Часть из них проголосовали за президента. Другая часть не проголосовали за президента. 2005 год. Весна. Не припоминаю я, чтобы кто-нибудь в прессе поднимал вопрос, что ай-яй-яй, как же это нелегитимно. Вопрос, почему? Вот что я имею в виду. Под словом, двойные стандарты. Но, но, те, кто голосовал за президента Воронина на тот момент, избиратель наказал на следующих выборах. И господин Рожка навсегда ушел из политики. Теперь, скажем, переходим к следующему моменту. Поэтому эти люди сохранили мандаты. Окей. Теперь, что... Пока. ...выбрала страна? Что вообще получила страна? Давайте предположим на минутку, что в тех условиях вы очень хорошо информированный человек. Я, слава богу, тоже имел определенную дозу информации до выборов 2005 и после выборов 2005. Наверняка есть информация, какие сценарии готовились. Как раз для нестабильности. В 2005-м? В республике Молдова. В 2005-м году. Да, есть определенная цена. И, кстати, некоторые игроки об этом открыто говорят. Вот вы сейчас упомянули либеральную партию. Они, безусловно, с точки зрения интересов, корпоративных интересов партии, в сложной ситуации. Но хочу вам сказать, что у них было сложно. Они прекрасно понимали, что так может случиться. Но они приняли это решение, потому что поставили на весы последствия одного сценария для страны. И другого сценария. Если угодно, я в двух словах скажу, чем чреваты повторные выборы. Не потому, что, допустим, я горю желанием и любыми средствами держусь за свое кресло депутата. Анатолий, политика. Я 15 лет проработал в правительстве. Политика никогда не была для меня бизнесом. Чем чреваты досрочные выборы? Поэтому смотрим на. Первое. Экономическая ситуация. И не только в Молдове. Давайте посмотрим, что в России делается. Глянем, что делается с рублем. Цены на нефть. Всю экономику, во всяком случае, в нашем регионе очень сильно колотит. Это все видят, это все чувствуют. И Россия, и Украина, и Беларусь. Скажем так, постсоветское пространство. Республика Молдова. И Европу тоже. Может быть, чуть в меньшей степени. Но результаты те же самые. Повторные парламентские выборы, это означает, что до выборов, которые могут состояться, вот здесь, кстати, противоречия идут. Ребята вроде работают вместе, как бы выступают. Но, если вы заметили, одни платформа, да, хотят выборов туда. Осенью. Осенью. Потому, что их не зарегистрировали как партию. Сегодня министерство юстиции отказало. Их партнеры по данному, скажем так, протестному движению, две партии, они хотят выбрать сейчас. С экономической точки зрения, даже два месяца, да, компании, если они в лучшем случае, состоятся в апреле. Мы как гипотезы говорим, да, как сценарий. За это время нет управления экономикой, нет управления ничем. Конъюнктура международная, региональная, на мой взгляд, не будет улучшаться. Она, скорее всего, будет ухудшаться. Это означает, что в условиях, и все люди должны это понимать, что в условиях сценария повторных парламентских выборов, это на автомате ведет за собой полное безвластие в стране по абсолютно всем направлениям. Вы меня убедили. Финансово-экономический коллапс. И второе, это не только, есть и политические последствия. Я даю следующий прогноз, да не только прогноз, я для себя сделал анализы, и хочу просто сказать, как я вижу ситуацию. Выбор не стоит между плохим и хорошим. Выбор стоит между плохим и очень плохим. Как сценарий, как последствия. Люди, безусловно, имеют массу оснований быть недовольными. С другой стороны, я думаю, что если мы будем искренне и говорить до конца, месяцами, если не годами, подогревались именно такие настроения, кстати, очень агрессивные. Вплоть до того, что ничего, пусть и кровь пролится, пусть убьем кого-нибудь, но добьемся своего на повторные парламентские выборы. С политической точки зрения. Сегодняшние партнеры, назовем по оппозиции, да, неважно, парламентская, внепарламентская оппозиция. Они партнеры сейчас. Уже есть разногласия стратегические. Безусловно. Я даже сказал господину Усатому и Дадону, что хочу, чтобы они пришли к власти. Тогда разногласия в альянсе за европейскую интеграцию покажутся всем цветочками. Дайте секундочку, дайте докончить мысль. Согласен, вы не менее хорошо, чем я, знаете это, но это еще видно. Но чем чреваты последствия в этом отношении? Если нынешние, да, политические фракции, группы депутатов, индивидуальные депутаты, будучи разными по идеологической направленности, но их что-то объединяет. Вот действительно, понимание, каковы могут быть последствия повторных парламентских выборов для людей. Люди потом поймут. Их объединяет прежде всего то, что это застрадает за свой мандат. Где уже не надо сводить только... Не-не-не, я имею в виду добрую половину тех, кто... Вот давайте обоим говорить, каждый человек скажет за себя. В данном случае всегда серьезный разговор, он не очень хорошо вписывается в банальности. На мой взгляд, такой подход, он является абсолютно банальным. Я знаю многих людей, не надо их сводить каким-то частным, меркантильным интересам. Я хочу закончить свою мысль. Где уже проблема, и вы абсолютно правы, что сегодняшние разногласия и сегодняшняя ситуация в парламентском большинстве покажутся цветочками. Потому как уже в гипотезе повторных парламентских выборов первое разногласие и первая борьба с непредсказуемыми последствиями в обществе, это уже будет когда их делать? Да? Выборы. Раньше или позже. Сразу после выборов, поверьте мне, пойдет такая драка, потому что, скорее всего, ни одна сторона, ни другая сторона, а ни разногласия. А то, что мы видели сейчас, это не была дракой. Не будут соглашаться с результатами этих выборов. Хорошо. И последнее. Здесь, несмотря на специфику канала, я, кстати, с огромным уважением всегда относился к вашей передаче, она сбалансирована. Она никогда не терпела крайностей. Но тот факт, что были очень четко заявлены такие направления, как динонсация соглашений об ассоциированности, федерализация Молдовы, вы прекрасно понимаете, что это означает. Это означает не выборы, гипотезы повторной парламентские выборы не ведут к спокойствию и гражданскому миру. Но вы знаете, что... И это самая неприятная и самая опасная вещь. Вот они, результаты тех дискуссий, которые я лично имел с коллегами. Эти именно последствия, которые очень реалистичны, они не придуманы. Не потому, что я кому-то нравлюсь или есть симпатия или антипатия, а потому, что вот так карта легла. Вот такие обстоятельства внутреннего и внешнего свойства. Я хочу сказать, что не являюсь сторонником выборов, я на них все равно не пойду, потому что не хожу. Это неправильно, уважаемые телезрители, я знаю, что это неправильно, но я не хожу. Потому что не хочу, чтобы мой голос продавали, отдавали, использовали в коррумпированных целях. Это может быть, это даже с профессиональной точки зрения, у вас, как журналиста, это вас оправдывает. Те, за кого голосую, чтобы оказались, да. Вы должны соблюдать дистанцию, равноправную дистанцию. Но вы меня убедили, что досрочные выборы не нужны. Я вас хочу спросить, а вы думали об этом 29 октября, когда голосовали за отставку правительства, ввергли страну в кризис на три месяца, на 83 дня. Обещали, что через 10 дней будет правительство, все будет хорошо. Но мы были, в принципе, в одном шаге от досрочных выборов. Из-за того, что демократическая партия решила, как бы помягче выразиться, чтобы вы не обиделись, удовлетворить свои амбиции. С удовольствием отвечу, потому что действительно очень много информации, в том числе по нашей вине, наверное, далеки эти информации от людей. И я считаю, что люди должны знать, хотя об этом я говорил несколько раз, хотя к этому потом, впоследствии, был потерян. Интересно, нормально, динамика. У меня всегда интерес, почему демпартия вышла из коалиции, проголосовала за отставку правительства, которые... Объясню. Значит, буквально после... 4 дня. 4 дня после 15 октября. Скорее всего, это было 19 или 20 октября. Нас пригласил тогдашний премьер-министр Аврелий Стрелец. Меня и господина Гимбова. Вот в таком тесном кругу. И сказал, я прошу вас, чтобы вы оказали мне политическую поддержку и поддержали мои запросы в адрес президента. И куда он еще делал эти запросы. Для смены именно сейчас, вследствие ареста господина Филата, главу НЦБК и главу Генеральной прокуратуры. Я не буду вдаваться там во все технические детали. Перейду к этой дискуссии, этого разговора. Перейду сразу к сути. В один момент, значит, ответ был следующий. Валерий, если бы эти запросы шли до 15-го, до того, что случилось в парламенте, то в данном случае был бы один разговор. Ты пришел с этим запросом буквально через 4 дня после ареста твоего председателя партии. За то, что случилось в Банке Деэкономии. Безусловно, что это резко меняет всю фактологию, да и понимание этого момента. Потому что в данном случае объясни мне, что это не вендетта. Объясни мне, что это чисто не какой-то политический ход. Согласен. Но в рамках этой дискуссии, Анатолий. Вы его не убедили. Я задал один вопрос. И сказал ему. Син зампредседателя партии. Скажите мне, пожалуйста. И это серьезный был вопрос. Если мы пойдем к вам на встречу политически, поддержим вас, ваш запрос. Можно ли в данном случае будет считать, что каким-то образом это повлияет на то, что вся нервозность, которая происходит в рамках вашей фракции, в рамках вашей партии, каким-то образом людей поуспокоит. И это вернет более-менее в какое-то конструктивное русло наше взаимодействие. Ответ был очень прост. С таким смешком. Да что вы, Синь, какой успокоить. Это только начало. Я вам расскажу. Меня удивила его откровенность. И он сказал. Это только начало потому, что в дальнейшем, без того, чтобы консультировать и вашу партию, и вашу партию по коалиции, я буду требовать по прямой линии диалога премьер-президент смену одного министра за другим. Ну и последовало это заявление. Я спросил. Подожди. А зачем? А вот просто так. Чтобы показать свою позицию, свою мощь, свою силу. Говорю. Валерий, ты понимаешь, чему это приведет? Это идет полностью в нарушение и соглашение. С другой стороны, это будет нагнетать обстановку. И ты же прекрасно понимаешь, что через, ну сколько, две недели, так, три недели, месяц, ну два месяца, это будет агония по нарастающей. И в конце концов, это будет отставка правительства. Он не дал ответ на этот вопрос. Все, разговор закончен. Я хочу вам сказать, что у нас были дискуссии в команде внутри партии. Решение было принято не сразу. Мы сделали все возможные калькуляции, расклады и пришли к одному выводу, что так или иначе, либо сейчас, либо через месяц, через два, но результат будет абсолютно одинаков. Потому что действия, которые уже стали предприниматься, они были официально объявлены. Вот что нас подвинуло на голосование не через два месяца, потому что последствия могли быть очень плохими. А именно тогда. Вот вам простое конкретное объяснение. Кстати, я с коллегами и по тогдашнему альянсу вообще спрашивал, впоследствии, вот как вы думаете, мы правильно поняли месседж нашего коллеги? То же самое Ксенгим, который там присутствовал, говорит, ты правильно понял его месседж? Потому что интерпретировать его было очень сложно, категорически сложно. Понятно, потому что следующий вопрос... Последствия, я здесь заканчиваю. Наш коллега, господин Стрелец, объявил везде и всюду на встречах с нами, хотя так чуть-чуть не глядя в глаза, что мы не так его поняли. Мы прекрасно поняли. Не было здесь никакой вендеты, не было никаких эмоций или эмоциональных тенденций в этом решении. Вот что послужило и базой этого решения. Сложного, непростого, но этот результат, судя по его заявлениям и по поведению, он стал заниматься адвокатурой господина Филата, нежели вести себя как премьер-министр. Понятно, этого не было видно. Были видны действия демократической партии, которые вместе с социалистами и коммунистами отправили в отставку правительство. Далее что случилось? И следующий вопрос... Почему у нас так слишком долго длилось? Затянулось, да. Затянулось. Затянулось. Давайте вспомним, как в течение одного месяца наши коллеги по ЛДПМ официально объявили, что решение Национального совета вообще не участвовать ни в каких переговорах. Вначале, я скажу честно, может это по наивности, может по доверию, я повелся на это. Что вот, ну что, обида. Вот такая вот, может быть, позиция. Все и никаких переговоров. Чтобы впоследствии, где-то к середине декабря, когда мы были, господин президента, на консультациях. Вот мы сидим на последних консультациях перед тем, как господин Стурзе был назначен декретом. Не было у нас парламентского большинства тогда еще, потому что блокировка шла со стороны ЛДП. И шли на переговоры. И тут в один момент президент сказал, ну что ж, в этой ситуации я по конституции, нет большинства, вы не договорились, я должен назначить кандидата. Кто-то из участников той встречи, нас было больше, человек 10, спросил, а хотя бы вы нам скажете кого? И он говорит, ну, Стурзе. Вопрос моего коллеги последовал, а может с нами проконсультируйтесь? Консультации имеют как бы двустороннее движение. Ответ последовал прямой и очень честный, откровенный. Было удивление в глазах президента. Я, кстати, ценю его искренность. Он сказал правду, хотя мог бы сказать и раньше. Я сказал, ну как же, еще к середине ноября, у меня, сказано, стрельцом была дискуссия, мы все скоординировали. Все остались в шоке. Увяжите, пожалуйста, все пазлы, и вы получите полную картину. Что де-факто получилось, что вся эта блокировка и неучастие в переговорах, это были не эмоции. Это был серьезный разработанный план, который проводился в жизни без того, чтобы ни с Лянко, ни шли переговоры, ни с ГИМПу. И после этого вы начали угрожать президенту, шантажировать президенту, потому что что-то было. Он жаловался дипломатам, что его угрожают. Его сына вывезли за границу, насколько неизвестно. Не вывезли, а уехал. Когда я впервые стал слышать эти конкретные обвинения в прессинге и в шантаже... И намеки были на демократическую партию. Я лично позвонил президенту. Позвонил, он был в Конридце, и говорю, сын президент, никогда раньше вы мне на эту тему ничего не сказали. Я хочу, это слишком серьезная вещь, потому что кроме того, что я политик, это вторично. Я отец, я глава семейства, и я хочу знать очень конкретно, что вы имеете в виду. Ксен президент отметил мне две вещи. Первая вещь. Ну вот, полиция, когда сделала рейд в каком-то ночном клубе... Ну, это было год назад. Я вам сейчас четко говорю, что отметил глава государства. Где были сыновья президента. На что я сказал, ксен президент, но извините. Об этом случае писали год назад примерно. В клубах, в некоторых из них, и это я знаю, ну, допустим, мои дети ходили, да, с компаниями друзей, в один и другой там клуб, и даже они мне говорили, что они там видят. Да. И есть клубы нормальные, скажем так, где секьюрити и добропорядочность плюс-минус, да, образно говоря, обеспечены. В Кишиневе, к сожалению, с этим большие проблемы. Можно делать отдельную передачу. И даже наркотиков, и массу вещей. Это очень серьезно. На что я сказал, а вы уверены, что полиция этот рейд сделала, потому что там были ваши сыновья? А вдруг у них действительно была информация, и, по-моему, рейды по таким злачным местам делаются периодически. Я сказал, не знаю, но вот я делал этот вывод. Второе, что... Что еще? Это было очень давно. Второе, что были люди, которые ему угрожали чем-то. Ему или сыну? Сыну. Сыну. На что я сказал, ксен президенту. С учетом того, что это слишком, вещи слишком серьезные, чтобы о них говорить вот так расплывчато. Ваш сын где? Он уехал. Он в безопасности? Да. Почему бы молодому человеку, будучи в безопасности, не открыть фейсбук и написать? Такого-то числа. Такой-то человек. Подходил ко мне, угрожал этим. Конкретные фамилии, имена, тема. Если президент сказал, что он этого не сделает, это его дело, он взрослый человек. Ему принимать решение, он поддержит все его решения. И господин президент обратился к западным дипломатам за помощью, за поддержкой. Поэтому, если мы говорим об очень важных, это важная вещь. Моя личная позиция, если есть конкретные вещи, есть факты, говори о них. Скажи мне, что происходит. Нельзя так. Потому что в данном случае, допустим, я вам сейчас могу сказать, Анатолий, что имею в последнее время звонки с угрозами и для жизни, и для себя, и для близких. И дальше остановимся на этом. Напишите заявление в полицию. Очень верно. Очень правильно. Поэтому, если мы серьезно говорим о серьезных вещах, есть определенный, ну не знаю, какой-то порядок поведения. За это нужно, кто-то сделал неправильную вещь, нужно обозначить, кто-то человек, где нарушение. И поступать и по-мужски, и поступать правильно со всех точек зрения. К сожалению, у нас президент достаточно непубличный человек, точно не придет на передачу. Пресс-секретарь ушел, спрашивать не у кого. Это был наш телефонный разговор с президентом. Про правительство. Следующий мой вопрос был, ну вы частично на него ответили, почему отставка правительства, потому что я хотел спросить, чем новое правительство лучше старого. Я прочитал программу, которую вы не обсуждали в парламенте, я не увидел ничего нового по сравнению с предыдущим правительством, честно, ничего нового. С программой абсолютно верно. Состав правительства меня, честно говоря, тоже не впечатлил. Из 18 министров 9 остались в должности. Из остальных 9, из остальных девятерых, по-моему, 6 работали в этих же министерствах в должности замминистра или начальника управления. То есть совершенно новых там 3-4 человека. Министерство, министерство розни. Первое. Начнем телеграфно, потому что я помню свои обещания. Очень много, да. Вы обещали отвечать коротко сегодня. Мы не раз говорили, что новая программа не будет иметь сумасшедшее отличие от программы, которую мы принимали в июле месяце. Это и нормально. А приоритеты остаются те же самые. Мы их тогда хорошо проработали. Да, соглашение об ассоциации. Есть косметические какие-то добавки или по-английски апдейты, да, то есть привели, может быть, в соответствие с реальностью определенные моменты. Но об этом мы говорили много раз. Поэтому это последовательность, которую мы обеспечили. Раз. Второе. Об этом знали все наши коллеги из оппозиции, из парламента, буквально все. Следующий момент. По составу правительства. Давайте все-таки поймем, что министерство, министерство рознь. По характеру, по области деятельности, по сложности, по комплексности, они все разные. И я думаю, что в первую очередь нужно посмотреть конкретно на ключевые. Министерство экономического, финансового и социального блока. Наконец-то вы поменяли господина Брэде, которого надо было менять еще при формировании правительства в июле. Давайте мы не будем обижать человека, потому что он... Я ни в коем случае не обижаю его качество, достоинство. У него хорошее профессиональное качество. Но в министерство он не вписался. Нужно признать одно, что мы предполагали, что все-таки он молдавский язык, он владеет им немного лучше, чем оказалось на самом деле. И, кстати, вот именно языковой барьер был один из сложнейших факторов для того, чтобы наладить всю хорошую работу и контакт с людьми. Минэкономики. Октавиан Калмык – это одно из ключевых министерств. Нет вопросов. Он работает всю жизнь в министерстве экономики. Я его принимал на работу. Я был уверен, что вы ее в июле назначили, если не в феврале, когда назначили. Я абсолютно уверен. Этот человек, мы можем его с четкостью причислить к технократам. То же самое Георгий Балан, вице-премьер по реинтеграции, тоже всю жизнь работал. Министерство финансов. Не могу сказать, не знает. Я знаю, потому что давно знаю человека, который занимался финансами. Это профессионал, который вообще к политике не имеет никакого значения. Ну хорошо, мы не будем анализировать личности. Министерство социальной защиты. Человек, давно Григораш, который… Тоже не знаю, хотя отклики хорошие. Да, конечно, хорошие. Человек проработал в данной области, да, на уровне НПО, неправительственной организации, но очень специализированной в этой области. Если взять хоть эти ключевые примеры, мы акцент поставили на то, чтобы ключевые министерства, которые играют очень важную роль в нынешней сложной экономической, финансовой и социальной обстановке, во главе этих министерств были профи, люди со знанием, которые обеспечат конкретный результат. Теперь, последнее. Обсуждение программы. Мы эту программу были настроены обсудить на плену. Вы упредили мой вопрос. Порядок формирования… Смотрим. Порядок формирования. Порядок утверждения правительства. Очень много дискуссий, очень много спекуляций. Вы вошли в историю, господин Лупу, потому что именно ваше предложение было отказаться от обсуждения программы и состава правительства, от вопросов и перейти к следующему этапу. Вы мне хотите прочитать регламент парламента? Конечно. А я вам могу прочитать статью 68 Конституции, которая говорит, что парламент обсуждает программу и состав правительства. Статья 68 на румынском звучит «дезбат». Дезбат обсуждают. Откройте Конституцию, где в Конституции написано, в течение какого времени мы обязаны, чтобы следовать Конституции, эти «дезбатерь» проводить. Десять минут, полчаса, два часа. Абсолютно. В Конституции нет и в регламенте парламента тоже нет. Это голосуют депутаты. Вы нарушили свое решение? Абсолютно верно. Потому что вы проголосовали за то, чтобы 30 минут доклад и час обсуждения. Абсолютно верно. Причем при всем не было никакого нарушения, потому что регламент в данном конкретном случае, проведение этих «дезбатерь» или слушаний, они не прописаны ни Конституцией, они не прописаны ни регламентом парламента. Но само слово «дезбат» это не означает обсуждение, на ваш взгляд. Это означает абсолютно верное обсуждение. При этом, при всем, скажите мне, пожалуйста, почему легально, с точки зрения закона, нигде не прописано, что обсуждение означает 30 минут, час, 65 минут? Господин Лубов, вы хотите меня убедить в то... Я хочу вас подвести к тому, что мы должны исходить не из того, что нам нравится или не нравится. Мы должны исходить из буквы закона. Я вам хочу напомнить, что в один из моментов, по-моему, 2006-2007 год, такая же буча поднялась в парламенте, когда мы обсуждали в третьем чтении закон о бюджете. Заняли трибуну, начали стучать, дудеть. Председатель комиссии не мог у микрофона ничего сказать. Я вас подвожу вот к чему. Первое. Действия были в строгом следовании закона. Парламент начал свою деятельность, и хочу людям обязательно зачитать, потому что очень много лжи и спекуляций по поводу того, что парламент не имел права созываться в тот день. Господин Лупов, все было законно. Я не оспариваю. Конституционный суд сегодня отклонил запрос социалистов по этому поводу. А давайте мы все-таки для людей зачитаем. Две очень простые вещи. Заявление о созыве в неочередной или специальной сессии подается в письменной форме постоянному бюро и должно содержать мотив предполагаемого повестку дня и срок проведения сессии. Пункт 4, статья 37. Созыв парламента на внеочередную или специальную сессию осуществляется в течение трех дней со дня регистрации заявления, если законом не предусмотрено иное. Иными словами, дорогие телезрители, в час пятнадцать по полудню, в среду, постоянное бюро в течение трех дней и два с половиной часа, это нормально. Значит, с момента час пятнадцать среды до, самое позднее, внимательно, час пятнадцать суббота, среда четверг, четверг, пятница суббота, вот это интервал, в котором парламент был обязан созвать заседание парламента. Мы назначили заседание на четыре часа. Три часа разница. Теперь, очень откровенно и честно, здесь юлить и не надо, люди должны знать. Все вы прекрасно помните, что неделю, если не больше, до того момента, с определенных стекол, определенных телеканалов, шли очень агрессивные призывы. Начиная с четверга, блокируем парламент, никого не впускаем, никого не выпускаем, таким образом мешаем парламенту работать. Было? Было. Такие же заявления были 15 октября. Извините, пожалуйста, секундочку, мы сделали наш анализ. И, с одной стороны, эти заявления нужно было воспринимать серьезно. Я не говорю нервно, но серьезно. Потому что в данном случае парламент, вот приходят депутаты, очень много женщин. Я, кстати, многих бедняжек видел, что я ушел последним, где-то ближе к 10 часам из парламента в среду. Вы не представляете их психологическое состояние. Газы, крики, ор, стали рвать двери, проникновения. Я не говорю о мужиках. Я проходил 7 апреля. Это спровоцировало это все-таки. Одной из причин, которая это спровоцировала, это вот такой созданный заседание парламента. А давайте мы представим немного другое. Вот блокирует создание парламента. Подходит те же самые женщины туда. Что у нас с вами? Риск вот этого возможного насилия, виоленция и так далее, и так далее, гораздо выше. Все-таки... Поэтому парламент, есть парламент. Он действовал в строй... И еще раз. Кому нравится, не нравится, допуская у каждого человека, может и должно быть свое мнение. Есть закон. И никто не может позволить себе сказать, что заседание и бюро, и пленарное заседание парламента было не в соответствии с законом. Нет, но... В полном соответствии с законом. Горечь от такой формы создания утверждения правительства, горечь и недовольство осталось. Это является одной из причин, которые спровоцировали. Но я вам еще раз скажу, а что бы мы с вами говорили в этой студии... Если бы. Если бы. Не дай бог, да. А мы на то и есть, чтобы делать калькуляцию, делать определенный выбор. Страна без правительства... Еще раз повторяю. Гуверн энэкзерчитсио, да, во главе с Финомбрегой. Мы говорили только что с вами о финансовой, экономической, региональной ситуации. И за дня в день все сложнее и сложнее. Блокировка парламента. Проходит неделя. Нет правительства. Приходим к 29-му числу. Нет правительства. Не потому, что нет возможности... Просто для срочной выбора. Секундочку. Не потому, что нет людей, которые за это проголосовали бы. Не потому, что нет кандидата. Не потому, что нет программы. А потому, что применяя агрессивные меры, которые, кстати, ставили под угрозу массу людей. Массу людей. Не все приходят с агрессивным настроением. И вы, и я прекрасно знаем технологии. И как это происходит. И как есть хорошая подготовленная группа. Да, у вас есть опыт 7 апреля, когда вы с окна парламента видели. Риск состоял в том, что из-за этой блокировки и применения незаконных методов не было правительства. Придем к досрочным выборам. Все-таки. Закончим тему. У нас какое-то правительство, какая-то власть, которая работает по ночам. Сейчас господин Канду проводит брифинг. Я пресс-конференцию объясняю, почему не должно быть досрочных выборов. А правительство вообще там по ночам заседает, принимает присягу. Конечно. А я у вас в студии как бы тоже работаю. Понимаете? Правительство принимает присягу на верность народу в тайне от народов. Обязательно. С удовольствием отвечу и на этот вопрос. Потому что, я смотрю, тоже исключает много спекуляций и ложных информаций. Только коротко, чтобы успеть обсудить еще. Предыдущий момент. Была бы гораздо большая конфузия юридическая и не только. Если бы из-за того, что не давалось сбор парламента в здании парламента, до 29 числа, при наличии большинства, при наличии предложения по Кабмину, при наличии программы, при наличии голосов, не было проголосовано правительство. Вот тогда бы мы вляпались в исключительно сложную юридическую коллизию. Ничего, у вас есть Конституционный суд. Идем дальше. Господин Дьяков назвал Конституционный суд организацией творческой. Что-нибудь придумал. Вы знаете, Конституционный суд принимал достаточно много решений, которые мне лично не нравились. Давайте вспомним, по языку и по массе других вещей. Ни разу я себе не позволил. Ни в каком случае, ни при каком решении. Нравится оно мне или не нравится, его комментировать. Всегда позиция была одна и та же. Приняли. А вот акт. Ознакомились. И давал определенный комментарий по нашему пониманию. Я думаю, что это правильная вещь. Исходя из того, что очень много вещей, которые говорят об институтах, которые говорят о людях, это не мое мнение, это моя жесткая уверенность. Это знание. Процентов на 80-85 это мифология. К присяге правительства. Теперь к присяге. Сегодня была присяга Башкана Геогаузи и президента Академии наук, которых забыли пригласить. Если вы посмотрите во всю нашу современную историю, присяга правительства перед президентом принималась на короткой дистанции, в тот же самый день, после голосования. А вот тут я вам возражу, там в вашей книжке ничего не написано об этом, в Конституции тем более. А я вам сейчас говорю о том, что было в нашей практике. А в нашей практике было обсуждение программы правительства всегда. А мы готовы были обсудить. Были вопросы у фракции. Только объясните мне, пожалуйста, когда выходят очень агрессивно и закрывают трибуну, закрывают лицо, дудят, стучат. Какое это обсуждение? Это было желание обсудить? Мы были готовы идти на обсуждение? Да, и ночью принимали присягу из этих же соображений. Теперь присяга была назначена на 7 часов. Из-за того, что основная масса членов правительства, которое было утверждено в парламенте, были заблокированы в здании парламента. И они не могли выйти. И вышли гораздо позже. Вот почему, простое объяснение, с 7 часов это действие было назначено на 11. А как вышли, кстати, как вы вышли из здания парламента? Потому что разные слухи ходят, что там подземные тоннели есть. Все это глупости. Подземных тоннелей, подземных ходов не было никогда в парламенте и нету их. Могу сказать только две вещи. Пусть еще будем продерживать немного интригу. Я сейчас абстрагируюсь от своих коллег, особенно, я сказал, женщины, дамы. Слушайте, там был персонал, девчушки совсем. По 20 с чем-то лет сразу после университета. Для них было сложнее. Я уже прошел свой опыт 7 апреля. И как бы были знакомы все эти моменты. Могу сказать одно. Ушел последним. После того, как удостоверился, что все коллеги по парламентскому большинству ушли. Как выходили? Выходил, скажем так, неспешным, спокойным. Не, не, как выходили люди? Кто, кто-то из них побыстрее, я говорю о себе, вышел неспешным, спокойным шагом. Ясно. Теперь, то, что касается принятия присяги, давайте я вам скажу две вещи. Многие не знают, чтобы не было вопросов по легитимности. Первый момент. С момента, когда парламент голосует за новое правительство, старое правительство, действующее, уже не неспособно. Я вам это говорю. Оно продолжает действовать до принятия присяги, я так понимаю. Соответственно, новое правительство должно принять присягу. Вот почему ни разу ни одного правительства не ожидался момент принятия присяги день, два или три. Дистанция была в час-два. Максимум два часа после голосования в парламенте. Было на второй день. И второй момент. Ничего нового на этом свете. Господин Родород Рейган 2 января 1967 года, после того, как выиграл выборы на пост губернатора Калифорнии, в городе Сакраменто, принял присягу по его решению ровно в 12 ночи. А господин Джеральд Форд, президент Соединенных Штатов, вообще принял присягу на борту Air Force One. Господин Рейган был актером по профессии. Но вы знаете, политика, и вы не хуже знаете, чем я, политика в определенной степени, это тоже действие. Да, мы видим определенный спектакль, мы наблюдаем за ним. Господин Лупу, я вас хотел спросить. Вам не кажется, что Демократическая партия, которая на выборах в прошлом году получила 19 мандатов, 17% голосов, если я не ошибаюсь, монополизировала власть в стране? Каким таким образом? Председатель парламента от Демократической партии, премьер-министр от Демократической партии, абсолютное большинство министров от Демократической партии. И следующий шаг, который прогнозирует, и о котором я хотел с вами поговорить, выборы президента. Первый момент. Если мы с вами посмотрим по составу правительства, абсолютное большинство, не нужно загибать палку. Есть масса людей, то же самое, Григораш, то же самое, министр финансов, то же самое, министр внутренних дел. Масса министров, которые ничего не имеют вообще с политикой, ни с какой партией, в том числе с демократической. Это раз. Пункт второй. Я думаю, что мы пропустили вниманием мои конкретные декларации, которые были сделаны еще пару недель тому назад. Демократическая партия прекрасно понимает, и я как политик, и как человек со стажем, и по возрасту, и по политическому стажу, что у нас коалиционное правительство, которое состоит из различных политических групп. Не может быть в такой ситуации, по определению не может быть, чтобы одна компонента из всех, которые формирует парламентское большинство, имела вообще по логике право или занимала все эти посты. Такие формы коалиционного правительства предполагает баланс. И он будет. И я сказал, приходит премьер-министр, если будет проголосован демократическая партия, будет освобождать и дает следующему партнеру по величине эту функцию. Какую? Спикера парламента. Когда? Сразу как. Вообще-то я хочу вам сказать. То есть... До избрания президента 100%. Чем раньше, тем лучше. Демократическая партия уступит пост председателя парламента. Да, конечно, мы не можем занимать все три функции. Кому? Либеральной партии? А это уже остается на уровень дискуссии в парламентском большинстве. Или коммунистам, которые стали социал-демократами. Это не я решаю. Это будет решать парламентское большинство, потому что я могу иметь одно мнение, да? Мои коллеги могут иметь другое мнение. Самое важное, это конкретное решение в конце, потому что нужно иметь необходимое количество голосов. Мы не можем сегодня сказать, будет господин Гимпу, председателем парламента, или господин Решетов. Нет, мы не можем об этом сказать, потому что пока дискуссии на эту тему не было, я вам скажу почему. По дефиниции я вам дал свою, и не только свою, но это еще точка зрения партии. Я вижу эти тенденции, вижу эти атаки, я вижу эти спекуляции. Жалко, что... Сама жизнь и наше решение все поставят на свое место. Жалко, что коллеги, которые сейчас на пресс-конференции господина Канду не смотрят нашу передачу, чтобы спросить господина Канду, когда он готов подать в отставку. Я хочу вам сказать одну вещь. Он прекрасно все знает, он член команды, он входит в состав руководства демократической партии. Замечательный вообще парень. Замечательный человек, очень хорошо подготовленный, интеллигентный, большая умница. И для меня огромнейшее удовольствие иметь такого человека в нашей команде. Поэтому, и господин Канду, кстати, у него есть одно качество, которое я всегда оценил. Это из людей, которые никогда зубами за кресло не держались. Скажите, а это новое правительство, оно правительство проевропейской, европейской интеграции или не очень? А вы подкроете программу, посмотрите, посмотрите. Программу я читал, но я смотрю и... Программу я читал, 18 глав, 53 страницы. Могу назвать главы, я изучаю документы, но я изучаю и состав парламентского большинства. И вот не верю я, что в нынешнем парламентском большинстве назову даже фамилии. Господин Решетников, Витюк, Балмаш, Иванова более проевропейский или хотя бы чуть-чуть проевропейский, или более проевропейский, чем господин ЦАП, Делиу, Анджел Ангаки, кто там был у вас? Знаете, в чем наша беда в нашей стране? В том, что политика зачастую делается на тех же самых макеевилевских принципах разделяя и властвия. Для того, чтобы иметь определенный базис электоральный, очень важно в голову людей, скажем так, вкладывать не разумное мышление и какие-то выводы, такие рефлексы, как страх, ненависть и антагонизм. Нет, у меня такого нету. Я вам скажу одно вещь. Я вам скажу по прежним заявлениям тех, кто вышел из партии коммунистов. Они не могли изменить свои взгляды, свои убеждения. Я дам только один пример. Давайте с вами вспомним первый документ, который был проголосован, в том числе... В 2005 году. В 2005 году, который я предложил. Это была декларация о... Да, это были другие времена, господин Луков. Извините, но не важно времена. Романтические голоса. Это мы сейчас с вами говорим об идеологии и о голосах. Я понимаю, что... Декларация об европейской интеграции и территориальной интеграции страны. Я понимаю, что в молдавских партиях нет ни настоящих демократов, ни настоящих коммунистов, ни настоящих либералов. У нас такое. А кто у нас настоящий? Интересы. Ну, вы знаете, тогда давайте вспомним Уйстана Черчилля. Что он говорил? Классик политики. Он много чего говорил. А он говорил так. Знаешь, что у Британии нет постоянных друзей. Да, есть постоянный интерес. Вот вам формула. Это формула, которая... Давайте не будем делать из Молдовы исключение. Господин Луков. Это политика, которая имеет свои правила. Мы можем соглашаться с ними. Нет, нравится, нет. Но они таковые. К сожалению. Господин Луков. Вопрос. Вы помните, почему господин Плохотнюк заявил... В октябре о том, что складывает полномочия первого вице-председателя партии и приостанавливает свое участие в политической жизни. Ну, он посчитал то же самое сделать и в июле месяце, когда свой мандат... Вот последний раз почему, помните? Послушайте, у нас были дискуссии, допустим, по июле месяце. Чтобы не влиять на дело Филата, которое было арестовано. Он сказал, что он уходит, приостанавливает свою позицию. Чтобы не вмешиваться, чтобы его не обвиняли в том, чтобы он был частным лицом, физическим лицом. Да. Дело Филата не закончилось, но в суде господин Плохотнюк настаивал на том, чтобы стать премьер-министром. Почему? Идем в партию. Ну, во-первых, давайте поговорим о Владе. То, что я вам сейчас скажу, это мое личное... Ну... Оценил вашу жизнь. У нас есть анекдот про то, что в Молдове политику делают Владимиры. Да, двое, трое и так далее. Четверо. То, что я сейчас скажу, это... Я отвечаю за каждое свое слово. Я достаточно хорошо уже знаю своего коллегу. Процентов на 80-85, по моим оценкам. Все то, что о нем говорят, это из области мифологии. Его демонизировали на полную катушку. Это второй вопрос, почему вот было так сделано, почему было дозволено так сделать. Совсем другой вопрос. Потому что на каждую кампанию должна быть какая-то контр-кампания. И в данном случае я всегда про себя думаю. Ну, вот, раньше, позже, мы все временно в политике. Вот не будет фактора Влада. Ундос мэгэсээск, ундос чешоу гэсэлнице. Найдут. Чтобы дешево, без особых усилий фантазии, вот ты нашел самое зло, виноват во всем. Исключительно удобно делать политику, причем очень низкого качества. Найдут кого-то другого господинам. Вот видите, это будет очень плохо. Теперь, то, что касается предложения на пост премьер-министра. Первое. И это тоже важно. Я думаю, что люди должны знать эту мою точку зрения. Никаких сомнений в том, что у него исключительно организационное качество. Качество менеджера. В особенности антикризисного. Здесь опять-таки, извините, но позвольте, вернусь. Сороковой год избрания Черчилля премьер-министра. Нет, не будем, у нас совсем нет времени. Давайте, Анатолий. Вы знаете, что там был лорд Гамильтон, который пользовался очень высоким рейтингом, который все прочили и готовы были поддержать. По объективным причинам он не пришел. Премьер-министром стал Уинстон Черчилль с достаточно низким уровнем. Но потом Англия сказала ему спасибо, потому что это был премьер антикризисный. Он выиграл войну. В 1946 году он проиграл эти выборы. Я не делаю прямое сравнение. Оно очень условное. Но работают определенные принципы. Вас сегодня потянуло на историю. Есть второй момент. Это стратегический интерес. Тактический интерес. Со всеми сложностями. Я думал. Обсуждали с коллегами. Еще раз повторюсь. 80-85% это область мифологии. Теперь Демпартия могла жить вот с этим очерненным именем. С очерненным именем, который ложился и на партию. Либо с этим вот так продолжаем. И каждый божий день, каждый год, каждый день, каждую неделю, кому не лень, тыкает пальцем. Либо как можно показать вообще-то истинное лицо человека. И смыть всю эту мифологию путем действий. И вот это был неплохой шанс. И я абсолютно уверен, что в течение 3-4-5 месяцев вот это мнение, которое основывается на мифах, на компаниях, до процентов на 80-100%. Я предлагаю сделать один шаг к тому, чтобы развеять эти мифы. Приглашаю в том числе через вас, господина Плохотнюка, принять участие в одной передаче. Поговорить, развеять мифы. Я готов. Хорошо. Я хотя... Окей. Это мой коллега. Я обещаю передам. Передайте мою просьбу. Будет ли господин Плохотнюк баллотироваться на пост президента? Выбор президента, насколько мне известно, по конституции, по законодательству, которое мы сегодня изучаем, можно начать за 45 дней до истечения. Нет. У нас никогда не было таких дискуссий. И у Влада никогда не было, скажем так, побуждений интересов стать президентом. Скажу вам почему. В том числе есть целый ряд вещей. Не будем забывать, что мы парламентская политическая система. Функции президента, его полномочия, возможность проявить эффективность в своей работе достаточно лимитированы. Согласитесь с этим. Потому что и полномочия президента очень лимитированы конституцией. То есть не будет такого конституции? Нет. А вы? У вас есть желание стать президентом? Давайте так. Я исхожу из очень прагматичных, из очень рациональных подходов. Никогда рынок за персонал или какие-то личностные амбиции не превалировали. Поэтому в данном случае я никогда не буду ставить в абсолюте этот вопрос. Мы, я вам скажу честно и откровенно, да, у нас есть политический интерес избрать президента для того, чтобы обеспечить... Голоса будут? Господин Воронин готов помочь? Так вот, господин Голя, кто будет президентом, зависит исключительно от одного маленького, но очень важного фактора. Золотая акция у господина Воронина, а он хочет стать президентом. Я не об этом говорил. Я хочу вам сказать, что будет президентом тот человек, который сможет набрать необходимое количество голосов. Точка. Это сложный, непростой вопрос. Сразу скажу. Потому что разнородная масса людей. Не обязательно говорить о золотой середине или золотой акции господина Воронина. Поверьте мне, среди коллег-парламентариев, которые не вошли в состав парламентского большинства, есть еще достаточно людей, которые видят ситуацию так же, как мы. Видят пагубность и возможные очень сложные последствия повторных парламентских выборов. Насрочных выборов. Поэтому посмотрим. И тут мы вернулись к вопросу. Это, наверное, последний вопрос, потому что мы уже вышли из отведенного времени по поводу акций протеста. Как вы видите выход из этого клинча, из этой ситуации? Никогда не прекращались акции протеста без диалога, без встречных шагов, без уступов. Я ничего не буду придумывать, потому что ничего и нельзя придумывать. Все прописано практикой в очень многих случаях, в разных странах, да и простой логикой. Вы абсолютно правы. Есть только один путь. Это путь диалога. Каждая сторона приходит со своими позициями. В конечном итоге компромисс, да, где-то золотая середина. Ну, досрочных выборов вы и включаете. На сегодняшний день у нас наше предложение, которое было сделано посредством участия наших коллег на встрече, когда вчера было. Вчера. Очень конкретно. Вот она программа правительства. Хотите, приоритеты каким-то образом будем акцентировать. Пожалуйста, платформы создаем, группы. Готовы вот этой оппозиции. Мониторинг, мониторинг, исполнение данных или внедрение данных политик, публичное обсуждение. Масса вещей, которые были даны. Вот этой оппозиции, в том, там есть и парламентская оппозиция, социалисты, которая является крупнейшей фракцией в парламенте, как они любят повторять. Готовы ли вы дать конкретные должности, контролирующие, как всегда говорил господин Воронин? Готовы. Допустим, у нас есть контролирующие органы, у нас еще есть счетная палата, у нас есть и так далее, и так далее. Готовы. Мы готовы на качественный диалог с результатами. Столь долго, сколь наши коллеги, потому что мы все в парламенте коллеги, независимо, партии парламентские или не парламентские. Столь долго, сколь этого диалога нету, и в ответ мы слышим только одно. Ни о чем мы не говорим. Кроме досрочных выборов. Это правда. То есть, отказаться от категоричности. Абсолютно. И в данном случае садимся, обсуждаем, принимаем решения. И можно обсуждать должность генерального прокурора. Мы можем обсуждать абсолютно все. Уважаемые телезрители, время передачи вышло, вопросов очень много, я не успел их задать, но я уверен, что на процентов на 70 я задал те вопросы, которые вас волнуют. Один телезритель настаивает спросить, три раза задавал вопрос, какой рост у господина выход. Это последний вопрос в сегодняшней передаче. Короткий вопрос, короткий ответ. По утрам два метра ровно, по вечерам метра девяносто восемь. Не буду спрашивать, почему, потому что много работаете. Спасибо за участие в сегодняшней передаче. Спасибо за приглашение. Надеюсь, вы еще придете, потому что вопросов остается, остается, накапливается. Ну согласитесь, что в этом и есть прелесть. Если отвечаешь на все вопросы, потом вообще не интересно. Мы не успели сегодня про банк и экономию, например. Есть много вопросов телезрителей, там есть много проблем. Спрашивают, как вам на приеме и так далее. Но мы не последний раз встречаемся. Приглашайте, с удовольствием приду. Спасибо за участие, всего вам доброго. Уважаемые телезрители, это была пятница с Анатолием Голе. До встречи в следующую пятницу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова